Тайный советник на радио шансон. Тайный советник на радио шансон. Тайный советник на радио шансон. В любом случае, как мне кажется, могу контролировать первые потоки ярости. Первые потоки ярости, да? Это очень грамотная ремарка. То есть потом-то хоть трава не расти, потом уже расплавленная лава просто заливает всё. А первые потоки ярости можно контролировать. Ну вот слушай, ты знаешь, не все даже первые могут, поэтому... Да, я согласна, здесь есть серьёзный нюанс. Это правда. Но, знаешь, историей, которая, собственно говоря, сподвигла меня на этот эфир, стала историей потрясающей абсолютно женщины. Она, с её разрешения я могу, собственно, рассказать, это в общих чертах, без деталей и без имён. Она была удивительной девочкой, девочкой из Североморска. У неё родители потрясающие люди, военные, которые строили атомные подводные лодки. Значит, серьёзные родители, серьёзная девочка. И поскольку она росла в семье очень строгих правил, батюшка и матушка ей сразу говорили, что, ты знаешь, мы мечтаем, чтобы ты занималась, конечно, не атомными подлодками, а какими-то красивыми лайнерами, и чтобы твоя жизнь сложилась совершенно по-другому. Ну, в общем, жизнь действительно сложилась по-другому, потому что родители развелись, и так стряслось, что отец в какой-то момент отказался помогать финансово, мама переехала в Украину. Ну, дальше всё совсем развивалось драматично, потому что, если наши радиослушатели знают, 90-е годы были не самые простые, и я думаю, что ты согласишься, ты тоже застал этот период. В общем, начались массовые сокращения, и мама, и папа потеряли работу, и девочка оказалась предоставлена, по большому счёту, сама себе. И когда у тебя на руках фактически там младшие братья, а ты такая за старшую, и ты великий кормчий, фактически ты главная в семье, то есть папа где-то далеко в сибирском городе, мама одна, причём мама начала очень сильно выпивать, и, к сожалению, дети вообще испытывают гигантские перегрузки, когда в семье родители алкоголик, ребёнок быстро взрослеет. Вот если ты сталкивалась с такой историей, да, ему, может быть, 12-11 лет, это уже маленький мальчик, мужчина, это уже не девочка, это такая маленькая женщина, которая принимает решение Соломонова, что нести ответственность буду я, обеспечивать буду я, и я что-то обязательно придумаю. И поскольку она была девочка с космического совершенно такого волевого характера, невероятной какой-то харизмы, она, ну, понятно, начались какие-то подработки, и любой ребёнок быстро понимает, что не решить вопрос, если ты газеты где-то раздаёшь, моешь полы, там, не знаю, в подвальном помещении, или пончики печёшь. В общем, добрые подруги. А она поступила на архитектурный, хотела быть архитектором. В общем, отучившись два курса, она получает предложение от своих подруг. И эта замечательная подруга старшая говорит, послушай, у меня есть гениальный выход из сложившейся ситуации, поскольку у тебя пьющая мама, поскольку у тебя многодетная нищая семья, давай-ка мы с тобой уедем в Голландию работать с женщинами лёгкого поведения. Вот на этом интересном моменте... Мы и закончим. Небольшая, небольшая пауза, буквально на несколько секунд. Тайный советник на Радио Шансон. Как всегда по понедельникам в студии Радио Шансон психолог и психотерапевт Инна Сергеевна, Катя Михайлова. Ох, а темка у нас сегодня какая интересная-то, да? Инна Сергеевна начала историю рассказывать. Мы прервались буквально на несколько минут. Да, мы немножко потанцевали, отвлеклись, я бы даже сказала. Зашёл строгий человек, сказал, что мы неправильно сидим, и правильно сделал, потому что мы начали запись не с того ракурса. Так вот, прекрасная девушка Аня, которая вросла в непростых условиях, пережила развод родителей и осталась практически без средств существования. В какой-то момент ребёнок принимает решение, ну, как ребёнок, уже состоявшаяся вполне себе личность лет 20, которой предложили поехать в Голландию поработать с женщиной лёгкого поведения. Она решает, что, коль скоро деньги нужны и парализованной бабушке, и спивающейся маме, и, к сожалению, и братьям, и сестрам. В общем, человек фактически едет с собой торговать, понимая все риски. Поскольку тебе не 16, ты понимаешь, там не было никакого обмана, что ты будешь танцовщицей или какой-то элитной официанткой в закрытом баре за много денег. Всё было предельно честно и корректно озвучено. И это, конечно, драматичная история, потому что я, когда описала этот сюжет, были странные люди-комментаторы, которых я забанила, они мне писали, что, дескать, могла бы поработать где-нибудь, например, токарем-фрезеровщиком или где-то посуду помыть. Ну, уж коль скоро ты честная девочка. Там были женщины, которые такие высоколовые, такие все невероятные чопорные леди. Знаешь, это называется вам не холодно, там на вершине ваших моральных устоев. Они объясняли, что вот я бы на такое никогда не пошла. Я не знаю, пошла бы на такое я, если бы у меня была парализованная бабушка, спившаяся мама, развод и много младших братьев, да, история не терпит сослагательных наклонений. Есть ситуации просто безумно тяжелые. У меня была, например, клиентка, которая, имея брата-наркомана героиного, который из дома просто всё повыносил и вплоть до того, что отрезал золотые серёжки вместе с ушами у младших сестёр, ну, абсолютно была конченая скотина, не по-французски будет сказано. Так вот, человек, который из дома продал не просто там маминые украшения и телевизоры, а всю оргтехнику продал, и когда она его хотела вылечить, она была содержанкой очень такого пожилого, импозантного, плешивого, немолодого человека. И товарки, которые её осуждали, там однокурсницы, тоже высоколобые, говорящие через губу, что, дескать, эва какая ты, не того поведения девушка, она говорила, послушайте, одно дело, когда ты себе зарабатываешь на сумку Биркин, и ты вся из себя такая куртуазная манеристка, хочешь на Мальдивы скататься, да, и тебе хочется просто красивой жизни, и ты непонятно с кем спишь. А другое дело, если вот как у Ани было, да, она приехала в Голландию, и у неё было чёткие директивные намерения, что в месяц я должна там маме с бабушкой и с братьями отправить такую-то сумму. А на тот момент, 25 лет назад, это была такая очень, знаешь, жаркая пора, между собой дрались кланы, ну, там условная русская мафия, условная голландская мафия, да, решался вопрос элегантный просто. Девочек резали и сбрасывали в речку, как генетический мусор. И человек, который пережил страшные моменты, то есть они там месяцами сидели дома, на консервах никуда не выходили. Ну, понимаешь, да, ты попадаешь в некое гетто, ты бесправный человек, ты из другой страны, языка ты не знаешь, отношение к тебе как к куску мяса и даже хуже. И пережив всё это, она очень, ты знаешь, такой мужской характер, и она без лишних эмоций, на самом деле, человек. Это вот то, что я называю ведьмой. Она принимает соломоновое решение, что коль скоро так сложилась ситуация, из неё надо как-то выходить. Не гоже сидеть месяц непонятно с кем в квартире, тем более у них был очень жестокий, невменяемый сутенёр, он, как и все люди в этой отрасли, закомплексованный человек, который их там и бил, и насиловал, и ножом на спине какие-то маркировки делал. И в конце концов она говорит, я иду в голландскую полицию и заключаю с ними сделку, что я выдаю вам некого, ну, как его зовут, криминального авторитета, а вы мне делаете документы. Документы. То есть, ну, шило на мыло, понимаешь, да? Ребята сказали, что нам нравится подход, и поскольку нам это крайне интересно, давайте сделаем следующим образом. Вы нам выдаёте этого главаря, которого мы ищем там полгода, не можем по ориентировкам нигде найти, мы его опознаём, сажаем в тюрьму на 10 лет за торговлю людьми, потому что во всех цивилизованных странах это нормальное тяжёлое преступление. Девушка, благополучный человек, сдаётся, в тюрьму сажают, ей выдаётся паспорт, она становится гражданкой Голландии. В общем, ну, понятно, что после этого жизнь новыми красками не заиграла. Человек всё равно начал работать, зачем и приехал. Она не стала ни официанткой, ни библиотекарем. И сейчас мы продолжим. Через пару мая. Тайный советник на радио Шансон. С таким удовольствием я всегда слушаю о жизненной истории, несмотря на то, что иногда в жилах стынет кровь от Инны Сергеевны, нашего психолога и психотерапевта. Программа «Тайный советник», как всегда, по понедельникам. В студии Инны Сергеевны и Катя Михайловна. Добрый вечер, если вы к нам только что присоединились. Да, я в пылу страсти пока танцевала, запамятовала, на чём мы остановились. Ну как же, потрясающая история про девушку в Голландии, которая, в общем-то, разобралась с первой частью своей юности. Да, да. Паспорт голландский получила. Паспорт голландский Аня получила. Фактически битву выиграла, понимаешь, с такими серьёзными сотенёрами. А на тот момент, надо сказать, война была жестокая, ей начали поступать угрозы. То есть, ну, и люди не гнушались ничем. Они с незнакомых номеров звонили и говорили, что ты-то в Голландии, детка, а мы-то знаем, что у тебя в Украине братья, сестры, мамы, бабушки. Ты-то такая бодрая уехала. А вот мы знаем, что там, видите, в такой-то школе учится. Красивый рыжий мальчик. Было бы очень обидно. Вот пойдёт домой, ноги поломает. Ну, то есть, начался сначала психологический притинг, а надо понимать, что эти люди сначала давят именно психологически. То есть, они доводят до истерики, до срыва, а потом финалят этой такой вишенкой на торте. То есть, случается якобы случайно... Ну, там не совсем убийство, да, а они любят заточку под ребро засунуть, как-то покалечить человека, оставляя его в живых. Ну, и в конце концов, карма всё-таки существует. Человека физически не стало этого замечательного. Мистическим образом, вместе со всей его компанией, ну, кто помогал там в реализации каких-то странных его чаяний, эти люди погибли при странных обстоятельствах. У Ани началась такая формально белая полоса. Суть полосы была вот в чём. Поскольку она была ребёнком всё-таки таким достаточно скромным, непрофессионалом в своей отрасли, то поначалу терпела разного рода издевательства. Но когда ты в чужой стране, и у тебя взгляд такого, знаешь, затравленного оленёнка, бэмби маленького, метущегося, люди это чувствуют по запаху. То есть, это запах жертвы. Когда у тебя есть запах жертвы, тебя начинает эта матрица, конечно же, прогибать, и тебя рвут, и чужие, и свои. Это на уровне инстинктов происходит. То есть, были какие-то люди, которые приходили к ней, там, стреляли в упор, били её бейсбольными битами, издевались. Ну, то есть, на самом деле, как она выжила, это не очень понятно, потому что профессия крайне специфическая, и там смертность чудовищная. То есть, если взять статистику, в любой стране это не играет роли. Америка, Франция, Германия, Италия, это всё, конечно, чисто криминальная сфера, и там абсолютный бедлам. Ты не можешь быть защищена, то тебе приходит человек, понятно, что он приходит реализовать какие-то свои комплексы, потому что любой нормальный мужчина, у которого всё в порядке внешне, он вполне себе способен попростить и познакомиться с женщиной в баре. Ему, ну, так, честно, если между нами не нужно ходить куда-то и платить деньги. То есть, это уже некая обусловленность. Так вот, натерпевшись, нахлебавшись в полный рост от самых неадекватных персонажей, она услышала следующий совет от своих товаров, которые ей сказали, послушай, ты слишком какая-то такая наивная чукотская девушка, у тебя вот этот взгляд синёки какой-то неадекватный, ты будь предельно цинична и обращайся с ними тоже, ну, скажем, как хозяйка Медной горы, чем омерзительнее. Это, знаешь, вечный закон, когда мужчинам начинают нравиться стервы. То есть, женщина, которая смотрит сквозь тебя, такая царица савская, такая всё, не боже мой, кто ты, кто я, вот это вот, когда появляется лёгкий флёр таинственности, дескать, я женщина порядочная, поэтому и дорогая. Она говорит, я купила себе ботфор, ты, значит, села с надменным взором ангела Меркель, просто взяла мой штук, закурила, и начала в пространство нехотя, значит, выпускать кольца дыма. Ровно через сутки, значит, колено преклонено, какие-то пенсионеры, продав почку, накопив там, отобрав у бабушки последние кроны, начали стучать в двери и говорить, пожалуйста, Аня, можно поцеловать тебе сапоги, пожалуйста, вот просто Христом Богом прошу, можно рядом посидеть. Она говорит, мало того, вот что, значит, опытные товарки, уже такие видавшие виды женщины, которым было за 30, а это пенсионный возраст в профессии легких дам, то есть нашего возраста, значит, пожилые женщины ей сказали, послушай, на самом деле даже не надо заниматься любовью с этими чудесными мужчинами, это недолюбленные дети. Аня, сиди в ботфортах, хлистай нагайкой просто, значит, ставь на них кипяток, чайник, горячий кастрюлю с борщом и читаем сказки Пушкина, и больше ничего не надо. Она говорит, ты не поверишь, значит, были какие-то министры, замминистры, но это любимая публика, я просто это помню прекрасно по одному региону, где у меня батюшка был замминистром, потому что это вечная история депутатов, губернаторов, набрать с собой шлейф этих женщин, значит, рассадить их красиво по лавкам, это называется девушки из экскорта, и они приходили к ней просто поужинать, то есть они говорили, можно, если ты не хочешь у себя, мы тебя готовы там отвезти в город, ты просто посидишь рядом, прайс оплачивается, то есть все по-честному, у тебя есть некая цена, мы не претендуем, ты сидишь рядом, посильно излучаешь сексуальность, она говорит, я так, ну, дескать, ну, почему бы и нет, один совершенно замечательный человек играл в кота, ну, то есть он говорит, ну, поди плохо, понимаешь, убирай себе за 500 долларов лоток, чеши за ухом, сыпь ему китикэ, и периодически крути ему хвоста, это такой 123-килограммовый министр, который говорит, детка, я кот, ну, я кот, ну, или там вамбат Сережа, или енот Денис, ну, такое бывает, слушай, понятно, что бедные мальчишки, которые не могут это сказать своим женам, а мы же, мы же женщины, мы совершенно омерзительные существа, вот нам человек доверил свой мир сакральный, он распахнул свое сердце, говорит, детка, я кот, я енот, я енот, я енот Денис, ты говоришь, чего? Какой ты дурак вообще, он говорит, ну, ладно, я тогда пошел на улицу красных фонарей, спасибо, Маша, за теплый прием, и все, и у Дениса сломана жизнь, понимаешь, а он как бы, ну, эту тайну хранил только он, его бабушка Пульхерия Андреевна Шлосберг, и еще четыре соседа по партии, больше никто не знал, и вдруг, здрасте, пожалуйста, понятное дело, наступить шпилькой, понимаешь, на мужское самолюбие, это, конечно, жестко. Что дальше-то с Анной случилось? Анюта стала звездой красных фонарей, значит, министры лобызали сапоги, депутаты валялись под лавкой, все говорили, что богиня, богиня, люблю, люблю, не могу, и она, на мой из своих замечательных клиентов, говорит простую фразу, говорит, послушай, у меня нет цели здесь оставаться, я отсюда все равно уеду, я по образованию-то, хоть и незаконченному, архитектор, он говорит, архитектор, мать, ну здесь кого только нет, ты понимаешь, здесь у нас и айтишники, и дизайнеры, и самымаркетологи, и диджистры, спаси, Господь помилуй, никто отсюда еще не уходил, она говорит, я отсюда просто уйду, и вот, знаешь, я в это свято верю, когда у человека есть такое намерение до одержимости, когда ты что-то сформировал в своей голове, и ты в это поверил, вот, то есть, ты становишься некой заряженной частицей, ты становишься прямо таким атомом, к которому притягиваются разного рода возможности, как только она это озвучила, и сказала, что вот, вот все, вот косми, лягу, отсюда уйду, на следующий день приходит некий индус, красивый, импозантный мужчина, 250 килограмм веса, у него папочка, элегантная в руках папочка, и Аня, значит, не будь дурок, говорит, ой, а у вас там какие-то документы на дом, он говорит, да, я в Лондоне себе строю дом, она говорит, так у вас там кухня отвратительно сделана, потолки натяжные, ну, кто так делает, так только в Южном Бутово, в 98 году, моя бабушка делала, это просто срамота, у вас и потолок обвалится, и побелка у вас не та, за 37 рублей, давайте я вам, он говорит, девочка, ты чья? Он говорит, я чья? Я архитектор, он говорит, ну, давай так, ты мне нарисуешь сейчас, значит, проект, если мне нравится, я тебя забираю, она рисует блестящий проект, он ее забирает в Лондон, она ему делает дом, он достаточно известный, такой состоятельный человек, забирает ее в Индию, она там делает ему несколько хороших проектов, то есть рисует, черт, слушайте, ребенок знает, это мы с тобой, Катя, знаем половину алфавита, понимаешь? А человек архитектор, как мне написал один мужчина, если бы не этот богатый индус, где бы она была, все, послушайте, у богатого индуса была масса женщин, ты попробуй сначала начертить дом на туалетной бумаге, такой, чтобы с Таджимахалом не сравнился, и у нее начинается новый виток в карьере. Вот об этом через пару мгновений. Тайный советник. У нас сегодня не просто программа, у нас сегодня просто как бы захватывающий такой радиосериал, судьба, да, необыкновенной девушки Анны, и мы остановились на том, что она, в общем, построила несколько домов уже, как архитектор, правильно? Да, замечательная фраза сказала Мия, она сейчас написала, что судьба может постучаться к тебе, и вообще судьба предоставляет шанс, когда ты готов и когда ты дозрел. Вот я считаю, что это ключевой момент в жизни, потому что когда человек промаргивает кучу возможностей, и потом говорит, это все напоминает очень старый анекдот, помнишь, когда потоп, человек, к нему подплывает лодка, он говорит, нет, меня Бог спасет, потом вертолет, он говорит, нет, меня Бог спасет, потом там космолет, звездолет, и он попадает, естественно, он погибает, тонет, захлебывается, попадает в рай, и Господь Бог, значит, на него смотрит, говорит, Петя Пупки, какой же ты все-таки дурак, я тебе и лодку, и вертолет, и что же ты, ну понимаешь, а он говорит, а я на тебя, Господи, рассчитывал, так и здесь, иногда люди находятся в режиме какого-то мутного ожидания, непонятно, чего они хотят, и непонятно, куда они стремятся, и у них какое-то такое, они зависают и говорят, ну вот, кризисное время, мне не подвернулось возможности, у меня не было нужных знакомств, у меня не было нужных каких-то ресурсов, там, не дай Бог, погибла мама, в общем, куча оправданий от того, что я в чужой стране, здесь пример четкий и конкретный, я почему уговариваю сейчас ее писать книгу, потому что человек, который абсолютно в чужой стране, не зная ни языка, не имея никаких знакомых, знакомых ни друзей, перебитая, с прострелянными ногами, с, там, изнасилованная, попранная девочка, собирается как ртутный жидкокристаллический терминатор в одну точку и принимает решение, что, чтобы ни было, я все равно выплыву, ну то есть, это моя борьба, я ее выиграю, это такая внутренняя, абсолютно доминирующая уверенность, только когда это есть внутри, и это такая незыблемая история, вселенная говорит, что, слушай, ну с тобой вот легче, правда, согласиться, потому что иначе будет какая-то поножопщина, попробуй с Аней поспорь, ну или третья мировая бы началась, или, не дай бог, мы какой-нибудь пространственно-временной континуум бы продырявили, понимаешь, и в стратосферу бы все улетели, когда есть такая заряженная, абсолютно жесткая девочка, на этот ее зов внутренний, молчаливый, пришел и прекрасный индус с проектом, который появился, и за ним еще череда интересных людей, а ей посоветовали в Голландии закончить профильный университет, ну потому что ты чужак, когда ты приезжаешь, и на тебя все равно смотрят как бы с опаской, мало ли, где ты, ну ты говоришь, я церетели, они говорят, спасибо, до свидания, ребят, то есть есть нюансы, а когда ты свой голландский показываешь корочку и говоришь, что я здесь отучилась там 5 лет, и у меня есть образование, ты вхожа в другие двери, у тебя появляются нужные знакомства, появилась замечательная фирма, они начали работать, строить крупные проекты, в том числе и в России, и любимый мужчина тут же появился, потому что когда ты становишься реализованной, очень спокойной леди, а не издерганным таким маленьким ребенком, то, конечно, сами приходят прекрасные альфа-самцы, говорят, «Богородица, давай размножаться в конце концов, ну что стоим, кого ждем?» Такая сиротливая, понимаешь, в белом платке с блестками, и история уникальна тем, что девушка, конечно, невероятной мощи и силы, у нее ни обид, ни претензий не было, ни жалости к себе, ни вот этого ощущения, что я настрадалась, любите меня семеро, и как мне было тяжело, там это вообще напрочь отсутствует, мало того, она всегда умудрялась помогать какому-то гигантскому количеству людей, маме деньги отослать, бабушке деньги отослать, когда мы первый раз повесили объявление про прекрасную вот эту Олю с 11 детьми, многодетную маму из Одессы, она берет и последние деньги, значит, всадила, отправила им посылку, то есть она говорит, «Я не поеду в Москву, например, там на прием к вам, я лучше отправлю это», я говорю, «Секунда», я говорю, «Помимо того, что этой восхитительной, великой женщине с 11 детьми, там уже подписались какие-то замечательные олигархи, покупать ей гектар земли, дома, это все взрослые мальчики могут себе позволить, или люди от большого изобилия, когда у тебя есть на счету там 9 миллиардов долларов, и ты говоришь, «Я хочу помочь». Когда ты отдаешь последнее, находишься в раздерганном состоянии, это не очень адекватная история, то есть у нее была манера спасать всех всегда, всегда всем все отдавать, и вселенная в какой-то момент сказала, «Слушай, ну ты, конечно, крутая, и пусть будет, по-твоему, если ты идешь наперекор всему и вопреки являешься счастливой, то у меня там энергии с тобой спорить нет. Вот тебе твое счастье, as you wish», то есть, как говорится, на нашем, на грузинском, что в переводе означает «живи как хочешь». Очень интересный момент такой. Часто люди, которые, ну, во всяком случае, меня окружают в жизни, где-то, может быть, на работе или часть каких-то знакомых, они периодически сравнивают себя, свои успехи с успехами еще кого-то. И это вызывает у них не всегда правильную реакцию, часто болезненную. Вот как-то от этого может человек избавиться? Слушай, нет, это всегда, во-первых, когда человек живет с сравнительным анализом, это история в оба конца. Ну, то есть, условно, там, у кого-то лучше, у меня хуже, а я заслуживаю больше. Ну, вот смотри, у меня всегда это была такая история, меня это мотивировало. Если я видела кого-то, вот как было в моей спортивной карьере, если я вижу кого-то, кто лучше меня там крутит сальхов и тройной тулуп, то мне тоже хочется так сделать. Если я слышу у человека интонации непризнанного гения, это когда, знаешь, ай-й-й, это Пупкин, в 37 лет стал металлургом, и у него там 6 миллионов. Но я-то поумнее, конечно, да? Но я просто в свое время не стал воровать. Я-то хороший, я просто честный, понимаешь? А был бы таким уродом, как Витя, я бы тоже был бы богатый. Вот когда я слышу такой интонационный окрас, что где-то там есть нечестные, отвратительные лизоблюды, и им повезло, а мне, красивому, умному, роскошному, или потрясающему, не повезло, конечно, это патология, которую нужно либо током лечить, в кавычках, понимаешь, либо дистанцироваться от человека и никогда с ним больше не общаться. Потому что это вечное самооправдание, почему у тебя не вышло. Почему? Мы все однозначно разные. Я категорически против какой-то уравниловки. Сейчас просто это болезненная история с успешным успехом, и все должны быть якобы на каких-то дорогих машинах и в каких-то таунхаусах жить и в Майя... Нет, абсолютно. Слушай, ты можешь жить в глухой деревне, пить ключевую воду, как Серафим Саровский, ходить в холчевом рубище, кормить белок и есть коровий помет. Пожалуйста, никто не претендует. Но если есть вот этот осадок у человека, и он с такой ноткой зависти окрашивает чужой успех и говорит, что ну там-то все понятно, ну как бы у нее грудь восьмого размера, понятно, с продюсером переспала. У меня-то есть голос, меня не взяли, потому что у меня грудь нулевого размера, а у нее девятого. То есть она-то, понятно, легкая гулящая женщина, понимаешь? И я бы, если бы гулящая была, я бы тоже была бы сейчас в хит-параде на первом месте, как Бритни Спирс. Меня бы, может быть, тоже Харви Ванштейн за пятую точку трогал. А так-то я в Голливуд не доехала, как все эти мерзкие проституции. Воспитание не позволило. Воспитание не позволило. А так бы я гей, была бы голливудской звездой. Ну, конечно, как они все вот эти вот... Не будем говорить, кто. Нам просто материться в эфире нельзя, к сожалению. Продолжим через пару мгновений. Замечательная история. Сегодня совершенно потрясающая. В эфире «Развио Шансон», рассказанная Инной Сергеевной. Еще не нашла своего логического завершения. Так вот, все ли хорошо у Анны? Как она сейчас, в общем-то, здравствует? Чем живет? У Анны все прекрасно. Анна восхитительно себя чувствует. Я думаю, что наконец-то напишет книгу, поскольку я буду регулировать этот процесс и держать руку на пульсе и на шее. То есть, если Анна еще вздумает, что называется, в просторудии соскочить, знаешь, не позволим. Потому что я убеждена в одной вещи. Дело в том, что у нас у каждого понятны свои испытания. Мы их проходим либо с честью и достоинством, либо мы их проваливаем, что тоже естественно. У всех очень разный ресурс. И было под текстом замечание справедливо. Одна из женщин, я забыла, какая ее фамилия, к сожалению, она психолог, зрелая, красивая, леди мудрая. И она сказала мне следующее. Инна, вот вы так пишете, как будто вы даете директиву, что, дескать, сначала нужно побыть проституткой. А там у меня была фраза, что сначала нужно оттолкнуться от дна, и когда ты уже действительно доходишь до какой-то точки и отпрыгиваешь от нее, то ты, ну, у тебя нет выхода, ты летишь вверх. То есть это некий квантовый переход. И она справедливо заметила, что не у каждого есть ресурс, во-первых, и сколько таких Ань было на вашей памяти. Я могу честно сказать, что таких, как Аня, на моей памяти было на перечет одной руки из десятков тысяч людей, которых я видела. Это реально единицы. То есть это сверхсильный характер, это правда, это уникальная совершенно способность, это сверхадаптанты, это люди, которые в критической ситуации мгновенно собираются. То есть есть люди, которые теряются, застывают, как тушканчики, и у них некий шок. Есть люди, которых это разламывают и стряножат, это такие потенциальные суицидники. То есть человек говорит, ну, у меня ничего не получилось, я в чужой стране, мне некуда бежать и некуда идти, тогда я вообще закончу эту жизнь, развоплощусь. Это огромный процент людей, потому что очень тяжело. И это даже не касаясь каких-то перипетий с другими странами, это бывает и в своей родной стране, когда человек нереализован или претерпел кучу каких-то испытаний. Но есть люди, которые... Это такой для меня локомотив, то есть им дано сверхмного. Они изначально такие избыточные, и поскольку им дано сверхмного, то их прямая обязанность по-хорошему инфицировать людей вот этим, знаешь, вечным жизнелюбием. То есть через нее она такая своего рода передатчик, то есть она труба, по которой течет энергия, и задерживать эту энергию просто нельзя. Вот через нее, условно там в кавычках, дует бог. И поскольку она является этим передатчиком, то она как угодно, через книгу, через какие-то рассказы, может быть она станет со временем очень хорошим и качественным терапевтом, понимаешь? Потому что ее слово весит совершенно по-другому. Одно дело, если напротив тебя сидит некий психолог дипломированный, который тебе говорит, все образуется, все будет замечательно, надейся на лучше, мысли позитивны. И этот чудесный человек рос, например, где-нибудь там в кавычках на рублевке, ну то есть золотой ложкой во рту, ничего не испытал в своей жизни, и для него это какие-то абсолютно целлюлозные, картинные представления о том, как оно должно быть. Я, например, невосприимчива к таким словам. И другая история, если я вижу перед собой человека, по которому каток проехал, и он пережил действительно тяжелые вещи, вплоть там, ну, от изнасилований до тяжелейших онкологических заболеваний, это феноменальная сила и концентрация энергии в одном слове. Спасибо большое, Инна Сергеевна, за то, что пришли сегодня, в следующий понедельник, вновь программа «Тайный советник» в эфире «Радио Шансон». До новых встреч в эфире. К вам после 21 часа присоединится Павел Королев и проведет программу только для вас. Будьте здоровы, Инна Сергеевна, ваши пожелания? Всем любви, счастья и добра. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова